Перакотовые статуэтки, золотые гривны и фибулы, детали конской узды, железные наконечники, стрел, ножи, мечи. Это сарматские и скифские древности некоторым предметам по несколько тысяч лет. Вот здесь вещи из старых раскопок, это раскопки 80-х годов и совсем свежие материалы из раскопок в могильниках фронтовое в окрестностях Херсонеса, которые проводились в этом году. Это вещи, которые еще год назад находились в земле, даже может быть еще в прошлом летом. Директор Института археологии Николай Макаров показывает Сергею Нарышкину то, что было найдено российскими и советскими археологическими экспедициями. Сейчас эти предметы – часть коллекции исторического музея. В год столетия отечественной академической археологии здесь проходит Всероссийская конференция. 18 апреля 1919 года, именно в этот день, декретом Совета народных комиссаров была учреждена Российская академия истории материальной культуры. Сегодня это динамично развивающаяся область. Со всех концов страны поступают известия о выдающихся открытиях российских ученых. Например, в Великом Новгороде были обнаружены опоры древнего моста, а в Сарове – остатки уникального мордовского городища и его укреплений. Всемирную известность получили находки, сделанные на территории Крыма в последние пять лет после воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Сто лет – совсем немного по меркам истории, но советские и российские археологи за это время совершили колоссальный прорыв. По крупицам, воссоздавая в памятниках материальной культуры образ прошлого, заглянули в него на миллионы лет назад. Академическая археология в 20 веке выполнила грандиозную задачу объединения различных хронологических разделов науки в целостное знание о прошлом. Благодаря археологии история человечества на территории нашей страны стала почти на два миллиона лет древнее. И вот конкретный пример. Академик Анатолий Деревянко, он приехал из Новосибирска и представил доклад об одном из главных археологических открытий 20 века. В Денисовой пещере была полностью найдена игла 9,2 сантиметра. Но ее древность 50 тысяч лет тому назад. И в Денисовой пещере найдено вот игл примерно столько же, сколько в Европе в Ореньякское время. Но что такое игла? Игла – это свидетельство того, что человек не только, скажем, был одет в шкуры, но и, по всей видимости, игла свидетельствует о том, что были и растительные материалы, то есть и одежда уже совершенно другого типа. Аплодисменты и почетная грамота российского исторического общества Рауфу Мунчаеву, создатель Месопотамской археологической экспедиции. Он руководил раскопками в Сирии. Мне приходилось каждый год дважды как минимум бывать в Пальмире. Я очень рад, что благодаря моему активному участию в нашей стране наконец-то впервые издана большая книга по Сирии. Гостями конференции стали археологи не только из России. Приехали ученые из Германии, Франции, Италии, Казахстана. Достаточно почетно принимать у себя целую плеяду прекрасных исследователей. Среди отцов-основателей исторического музея были выдающиеся археологи и общественные деятели, которые сделали очень много для развития российской археологии. Археология – это не только экспедиции и раскопки, но и работа по анализу и обобщению полученных данных, главный итог которой – научные издания, учебники. Эта книга посвящена археологии в Крыму. Но копают там не только профессиональные археологи. И это проблема, о которой говорили как с трибуны, так и на полях конференции. Просто страшно важно, во-первых, это прекратить черные раскопки. Это очень важно. Второе – это то, чтобы местные всякие хозяйственные работы велись только с согласованием под надзором и при помощи археологов. В центре внимания ученых были и сугубо прикладные проблемы, однако не менее важные. Мы ждем появления масс спектрометров, которые используются для радиоуглеродного датирования. Пока многие даты, которые мы используем в наших хронологических построениях, они сделаны в лабораториях вне, за пределами России. В прошлом году Институт археологии выдал около 2800 открытых листов на право проведения раскопок. И это число продолжает расти. Впереди – открытие очередного полевого сезона, а значит, будут новые находки. Служба информации Российского исторического общества.